За прошедшую неделю было зарегистрировано два случая незаконной вырубки леса вблизи деревень Нижняя Татья и Кузгова. Последний произошел в минувшие выходные. Закон о порогах и лесных насаждениях из четырех деревьев породы березы. Задержано нахождение в живочечении кругов. Сизят 2К53, со спиелом, деревья, бизобила, штиф, 400 килогетров, деревья, чистит деревьев симон. Данное плавное дело в воздушной оси с проведением оценки. Начальник отдела сельского хозяйства доложил об итогах животноводства. По словам Дениса Бикова, поголовье крупнорогатого скота удалось сохранить на уровне прошлого года. Это более 9,5 тысяч коров в крупных сельхозпредприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах. К уровню прошлого года увеличилось производство молока и мяса. Увеличение производства молока по сельхозпредприятиям составляет 2%, около 11 тысяч тонн, годовой плюс мы имеем 250 тонн. Реализация молока на 1% увеличение, значит 8,762 тонн. Надой на корову увеличилось на 496 килограммов. Хозяйствами района произведено 1370 тонн мяса. Мясо скота и птицы – это 118% к уровню прошлого года. Сейчас уже в Одноводов сложная пора. Скот переведен на зимнестойловое содержание. За тем, как оно организовано на сельхозпредприятиях, следит ветеринарная станция. Нафис Софиолин отметил, что в хозяйствах работала комиссия и были выявлены незначительные нарушения. Были замечания по содержанию телятников. На сегодняшний день эти все замечания устранены. Все телятники приведены в полное санитарное состояние, побелены, почищены. Ну, как говорится, ждем массового тела телят. Далее все хозяйства, которые тоже были замечания по лекарственным препаратам, закупили необходимые. Ну, все, работа ведется. Уборочные работы в районе завершились. Специалисты отдела сельского хозяйства ведут подготовку к новому сезону. Разработана структура посевных площадей. В 2018 году она составит более 47 тысяч гектаров. Зерновые 25 тысяч 190 гектаров, 113%. Яровые зерновые и зернобобовые 17 200 и зимые зерновые 9 тысяч гектаров. Кормовые культуры на площади 19 тысяч 580 гектаров. Это уровень прошлого года. И остается обработка паров на площади 5 тысяч гектаров. Приближается один из главных праздников – Новый год. Как всегда, подготовку к этому событию в Краснокамском районе начинают за месяц. Постановлением главы администрации во всех сельских поселениях праздничные гуляния пройдут 30 и 31 декабря. Празднование Нового года в райцентре в селе Никола-Березовка провести 31 декабря 2017 года в 12 часов дня. И 1 января 2018 года с часу ночи до 4.